Всем привет, мои хорошие! Где я нахожусь? Нахожусь у дочки. Я сегодня приехала с утра для того, чтобы помочь тут. Электрик продолжает работать, еще продолжает штробить, но он уже приближается к концу. Там ему еще в коридоре осталось щитом повесил. Ну, потом уже розетки, все такое. Вот. И для того, чтобы мы могли выйти куда-то, пойти с ребенком погулять, потому что они заново, а я вчера дома сидя, да? Скажи, Дынечка, как хочется гулять иногда на воздух? В тишину послушать. Отдохнуть от шума, да? Да. Да. Скажи всем привет. Суперим. Вот. Посторонние звуки. Это под дверью дует ветер. Если что, кому посторонние звуки мешают. Кстати, девочки, почитала я сегодня утром комментарии под последним видео. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, кто меня понимает. Кому нравится мой канал, которые говорят, продолжайте в том же духе. Все хорошо. Я очень рада, я счастлива просто. Вот. Ну, а что мы сегодня будем тут делать? Потихонечку. Молодец! Угадал, все, все цифры угадал, да? Буковки, цифры угадаешь. Молодец! Вот. Ну, а сегодня сын мой приезжает с семьей, они котенка заберут, зайдут, у меня заберут котенка. Котенок остался пока один, но уже скоро он уже отправится домой. Так что за котенка не переживайте. А тут у нас Милочка есть, вот у нас сейчас там кушает малышка. Будем снимать, если что, Милочку. Папа. Милочка, ты где? Вот она, Милочка, вот она маленькая. Милочка, Милочка, маленькая киска. Ну, дай. Милка присела тут у меня, вот она спит, зайка, вот так вот. Вот хорошо на руках, да? Любит на руках, ручная киска. Вот у меня на руках спится лучше, да? А вот где-то на коврике не спится совсем. Ну вот, девочки, доча с внуком пошли погулять, заодно магазин там зайти купить. Ну, а я осталась тут с электриком, пока он уже работу свою там доделывает. В принципе, уже на финишной прямой, я думаю, что уже штробить не будет. Там уже, наверное, чистая работа осталась. Сейчас подсоединять еще нужно будет вот эти розетки и все такое. Вот. Ну, я сижу, дала им немножечко отдыха, потому что, конечно, тяжело сидеть дома, тем более ребенку это тяжело. И шум все время, и как бы ограниченное пространство. Ребенку нужно погулять, побегать, поэтому я приехала для того, чтобы их отпустить, немножечко прогуляться. Готовить я сегодня не буду ничего, потому что я вчера сделала фашированный перец. И перец я взяла с собой, принесла, дочку угостила, сама поела тут. Так что пока что еще есть, что кушать. И сегодня у меня готовка не запланирована. В принципе, я сейчас сижу на кухне, ничего не делаю. Смотрю, вот телек маленький поставили на подоконник, и я его смотрю. Но сегодня я планирую все-таки домой поехать с ночевкой. Завтра утром опять нужно будет приехать дочке, она там записалась куда-то, на ресничке что ли. И надо будет мне приехать, побыть здесь с Деней, чтобы отпустить ее, привести себя в порядок. Поэтому ночевать здесь еще пока нет удобств. Там все завешено, диван завешен. Да и вообще хочется выспаться у себя дома. Я люблю спать в своей постели. Мне легче приехать еще раз утром. Тем более живем недалеко друг от друга, проблем нет. Девочки, хочу поблагодарить еще раз тех, кто пишет мне хорошие комментарии. Тех, кому нравятся видео мои, так как я снимаю, во всем целом, как есть. Правильно, жизнь есть жизнь. Там может быть где-то камера поскачивает, где-то звуки могут быть посторонние, или еще что-то. Вот сейчас, например, звуки посторонние есть, потому что окошко приоткрыто. Правильно, машины ездят, дорога недалеко, будут звуки. Ну а что поделать? Это жизнь, мои дорогие, это жизнь. Но мне на самом деле нравится снимать вот именно действительно так, как есть. Потому что когда тут обложишься декорациями, поставишь освещение, но это можно, знаете, еще можно снимать таким образом стационарное видео, допустим, покупки. Да, вот я их тут положила, покупки, я их просто показываю, например, на камеру свет поставила, а когда снимаешь в лоб, когда перемещаешься туда-сюда, не всегда есть возможность этот свет поставить или еще что-то. Камеру иногда на весу приходится на руках держать, поэтому она может немножечко трястись. Ну а что поделать? Ну ничего. Зато все естественно, все по-настоящему идет. Кстати, кто-то в комментариях написал, что типа что вот такого плохого в конструктивной критике. Я, честно говоря, я понимаю конструктивный диалог, это значит диалог идет по существу, по делу. Конструктивная критика, честно говоря, не совсем я это понимаю. Я так понимаю, что я критику, видимо, вообще никакую не люблю. Я не нуждаюсь в ней. Она мне лично не нужна. Она, наверное, нужна тем, кто хочет покритиковать. Одно дело, когда кто-то дает совет. Опять-таки, если совета не просят у вас, не нужно его давать. Я лично совет могу дать только тогда, когда у меня его попросят. Когда мне дают советы, и я не просила совета, а у меня тоже советы эти, как бы тоже, знаете, особо не нужны. Я уже взрослый человек, у меня уже устоявшиеся взгляды, характеры и все такое. Вот, а насчет критики, что я вам хотела сказать? Единственное, когда я критику еще могу воспринять, это когда, допустим, я устроилась на работу, работодатель, и тот даже не критикует мою работу, а, допустим, он может сделать замечание и тут же сказать, что вот так не надо, а надо вот так. То есть я понимаю, это от работодателя, человек мне платит деньги и требует выполнения работы именно так, как хочется ему. Вот тут уже в угоду ему я могу выслушать эту критику, не критику, скорее всего, это совет. По крайней мере, там, где я работала, если бы меня критиковали, мою работу, я бы, наверное, уволилась. Если я вас не устраиваю, тогда все, вы меня тоже не устраиваете, до свидания. Так я и делала всегда. Поэтому мои работодатели, вот, по крайней мере, в моем зрелом возрасте даже советовались со мной, как лучше сделать и слушались моего совета больше. Но там уже конструктивный диалог происходил, а не критика просто так. Вот. А если вы кинокритики, критикуйте, может быть, тогда тех, кому это нравится. А меня критиковать не надо. Я против. Девочки, я у дочки залезла в холодильник и смотрю, у нее есть такой десерт, который я брала еще в стаканчиках, она тоже покупает. Это вот, это вот производитель. Фарш, ферш, как-то это читается правильно, не знаю. Мне кто-то писал в комментариях, спрашивали, кто производитель. И я достала этот десертик, я его кушаю и думаю, как он мне очень напоминает торт Панчи, который мы покупали в Москве, очень любили мы его. И что меня приятно удивило, когда я начала смотреть этикетку, написано торт Панчи, заливной. Абсолютно один к одному, как мы ели. Также там есть ананасик, орешки, пропитка такая, вот он сочный, очень такой приятный тортик. В общем, короче, это уже третий десерт, который мне нравится, из этой фирмы. Тоже, видите, фэш написано. Ну, вот он такой, вот так вот он выглядит. Слоями там сделан, очень вкусно. Настоящий Панчо, настоящий Наполеон. И вот то, что я брала еще, кофейный, шоколадный, тоже очень вкусный и прямо настоящий. Вот уже три десерта, которые прямо я полюбила. Ну, вот так вот он выглядит. И он еще такой идет с пропиточкой, орешки, ананасики, прям вкусный. Ну, и Панчо обычно, он так вот, знаете, как горочкой сделан и также вот так поливается сверху. В общем, другая форма, но абсолютно тот же самый вкус настоящего Панчо. Девочки, кто спрашивал, производитель вот этого десерта, вот тут я прочитала, это ООО Фарше, город Черкесск. Ну, это вот в России делают, но делают вот действительно такие настоящие десерты. Ну, возможно, они продаются не в каждой пятерочке. Я заметила, что магазины, которые побольше, там, где больше холодильников, там десерты эти есть. Маленькие, большие. А вот где маленькая площадь, где маленькие холодильники, возможно, туда их не привозят. Может быть, и не везде есть. Ну, скажем, через один магазин можно найти, если захотеть. Всем доброго утречка, мои хорошие девочки. Я вчера вернулась от дочки, вот, честно говоря, снимать у нее сейчас, ну, нечего, как бы не могу ничего, потому что сижу в одной комнате, на мне котейка. Кстати говоря, кекса забрали вчера. Кто-то пишет, что брали на два дня, а уже неделю у вас гостит кекс. Ну, я, во-первых, не говорила, что на два дня, я сказала, на несколько дней уехали, я сама точно не знала. Но ничего страшного, погостил он у меня недельку. Но, что я вам хочу сказать, вот сегодня я проснулась утром, и мне непривычно. Ну, мало того, что я приехала вчера, да, его уже нету, ну, как бы я там туда-сюда и спать легла. Я устала вчера, рано легла, сегодня опять рано полпятого проснулась. Уже привычка, наверное. Вот, котейку забрали, а сегодня вот я утром хожу уже по комнате, и мне все время кажется, что кто-то сейчас должен выскочить там откуда-то из-под дивана и уцепиться мне в ноги и опять начинать кусать мои ноги, заигрывать. Как бы вот это вот уже даже вошло в привычку. Вот, вот этого не хватает. Но, с другой стороны, я сегодня уже убрала в квартире, все пропылесосила, положила все вещи на свои места, потому что мне приходилось много из каких-то вещей, косметичку там или еще что-то, убирать куда-нибудь подальше, потому что он брал, царапал, грыз, в общем, как собачонок прям грызет, мои обувь грызет тоже. Вот, короче говоря, сейчас все прибрала, я довольна. Все у меня чистенько, аккуратненько. Ну, вот я, видите, вот такой человек, привыкла я, чтобы у меня было все по местам, привыкла жить одна, и чтобы мне никто не мешал, никто не отвлекал, ни под кого, самое главное, не подстраиваться, потому что я привыкла уже жить, знаете, вот по своей какой-то, ну, устоявшейся такой, не знаю, привычке, или что это, ну, какие-то мои, мои такие бзики, знаете, устоявшиеся. и вот поэтому мне все-таки одной лучше, хоть я немножко уже привыкла к котенку, и как бы чуть-чуть скучаю, но это быстро пройдет. Так как я сейчас к дочке опять поеду, вчера поехала, и у нее котенок, он вообще другой, он, кекс он не ручной, но он, правда, цепляется к ногам, так вот не любит на руках находиться, сидеть на руках, не любит. А Мила, она наоборот, очень такая вот, видно, не знаю, любит руки, или привыкла к рукам, уже не знаю, но она все время на руки просится, как ребенок, и если я хожу, она следом за мной, а если я где-то присела, она сразу скарабкивается вот на коленке сюда, ложится и спит. Немножечко это сковывает движение, потому что я такой человек, мне нужно все время куда-то вставать, куда-то что-то делать, я не знаю, и приходится ее брать, аккуратненько перекладывать куда-то в другое место, но она там полежит, полежит и опять за свое. Вот такие вот дела. Сегодня еще электрик будет, наверное, последний день работать, я не знаю, наверное, он сегодня уже закончит, потому что, ну, в принципе, грязная работа закончена, там, где штробили, там уже, в общем, замазали, осталось только в коридоре, щиток он повесил новый, а вот старый щиток будет он выбивать, тоже там замазывать, подключать вот эти пакетики, там очень много этих пакетников, потому что много розеток сделано отдельно, там на каждый сплит отдельно, на холодильник отдельно, там еще на что-то отдельно, в общем, все это будет уже подсоединять, ну, в основном, такая уже немного шума, вот только когда он будет выбивать, этот, может быть, старый пакетик, этот щиток, пошумит немножко, ну, как бы, уже такая в коридоре работа, в основном осталась, ну, большая часть закончена. Конечно, он работал неделю, и неделю с утра до вечера, это большое неудобство, конечно, когда посторонний человек в доме, постоянный шум, он напрягает, тем более, одно дело шумят где-то у соседей, а другое дело прямо у тебя здесь, потом постоянно вот эта грязь, пыль, в общем, это, конечно, немножко выбило из колеи дочку, и она уже просто размолилась, попросила, чтобы я приехала и посидела, ну, побыла дома, пока электрик работает, чтобы она могла там с Деней куда-то выйти, там прогулялись, они вчера в магазин съездили, погуляли во дворе спокойно, хоть немножечко подышали, выдохнули, можно сказать так, да, вот, но сегодня она там на ресничке, по-моему, записалась, ну, отпущу ее, пускай съездит, приведет себя в порядок, потому что ее, знаете, вот душевное состояние, когда у человека какое-то вот благо на душе, что-то приятное, там, как бы вот немножко отдохнул человек, или что, воспрянет человек в хорошем состоянии, вот, и для меня, например, очень важно, чтобы было хорошее настроение, ну, у дочки, у сына, поэтому, ну, я чем могу, стараюсь помочь, тем более у дочки, помимо того, что Денни сейчас в садик не ходит, он все время дома, да, балуется, там, котенок, вот этот вот ремонт еще постоянно, и еще нужно снимать, снимать, монтировать, в общем, она, конечно, разрывается, она устает, она выматывается, и мне жалко ее, конечно, и хочется, конечно же, помочь своему ребенку, это же нормально, правильно, что еще я вам хотела сказать, я вчера пока отсутствовала, ну, с утра у меня не было, я уже где-то часа в четыре, наверное, домой приехала, поэтому за это время уже много комментариев появилось, я поотвечала на комментарии, сегодня утром тоже открыла, в общем, вот на данный момент, под последним видео, там, где я уже говорила о комментариях, о критике, что мне это все не нравится, что падают руки, 90 комментариев, и, ну, практически все, кроме там, может быть, штуки три, может быть, комментарии, где люди, говорят, что ничего плохого в критике как бы нету, то есть нормально относятся к критике, кто-то там считает, что дочка там мне должна что-то, должна помочь, должна там купить мне что-то, ну, бесполезно, значит, этим людям говорить, если я уже говорила, что ей есть куда там деньги тратить, вкладывать, ей нужно быстрее уже нормальный быт себе сделать и жить, даже если бы она мне сейчас сказала, давай я тебе там куплю, то-то, то-то, стабилизатор или что, то для видео, я бы ей сказала, что я подожду, закончи сначала вот эти вот дела, поставьте себе необходимую мебель, потолки на тени, сделай все в квартире, как надо, чтобы там уже можно было спокойно расслабиться, вещи рассувать по шкафам, более-менее нормально в квартире жить, а остальное, как бы, можно уже делать по чуть-чуть потом, и этот стабилизатор, он как бы не к спеху мне, ничего страшного, я на селфи-палке снимаю, и многие спасибо, кстати, огромное, всем, кто меня поддержал, я даже не знала, что столько много у меня людей, подписчиков, которым нравится, что я снимаю, как я снимаю, и которых не смущает, что там где-то немножко камера трясется, если на улице я ее на палке несу, где-то какие-то бывают шуми посторонние, люди меня поддерживают, понимают, и если кто-то за критику, возьмите, почитайте комментарии предыдущего видео, и вы посмотрите, скольким людям это нравится, устраивает, и меня это тоже устраивает, поэтому большинство за меня, я за большинство, и так что спасибо огромное, поддержали, потому что действительно, знаете, достаточно один какой-то комментарий не очень хороший почитать, и правда, начинают падать руки, крылья опускаются, и не знаешь уже, что снимать, и что говорить, я говорю, крышечка, кто-то пишет, крышечка, да плевать, крышечка, крышечка, там я не знаю, что-то я не так бывает говорю, ну и бог с ним, говорю как говорю, как привыкла в жизни говорить, так и говорю, в конце концов, я же говорю, я же не диктор центрального телевидения, чтобы там правильно выражаться, я не матюкаюсь, это уже хорошо, ой, мои хорошие, а иногда хочется, честно говоря, ругнуться прямо, но я вообще в принципе не матюкаюсь, не хорошие слова не говорю, а то вдруг там меня дети какие-то смотрят, матюкаться плохо, не надо, это, конечно, иногда можно, конечно, там, но не в камере выругаться, вот, тем более, ютуб наказывает за матерные слова, так что у меня сегодня, мои хорошие, прекрасное настроение, я опять окрыленная, благодаря вам, продолжаю снимать, сейчас снимаю вот этот влог, сегодня вечером хочу его закончить, но я беру камеру и еду к дочке, не знаю, что там сегодня удастся снять, а может вообще не удастся ничего снять, потому что он сегодня сказал, будет отключать свет, для того, чтобы вот этот пакетник выбрать, там выбить, переключить, там что-то куда-то подсоединять, там будет, в общем, какое-то время там будет света не быть, и я без телевизора там буду, и без ничего, буду сидеть тупо, я не знаю, на кухне с ребенком, и ждать, пока нам дадут свет, чтобы, ну, может быть, мы там порисуем, чем-то займемся, хотя надолго его не хватит, но придумаю, буду придумывать что-нибудь, что-то надо будет придумать, короче. Я все сказала, что хотела сказать на утро, ну, все, скоро я уже поеду, сейчас вот собираюсь уже потихонечку, и скоро поеду. А, кстати, сын вчера, ну, они зашли, меня пока не было, зашли, котенка забрали, я им тут пакет уже приготовила, там, эти гранулы, там, еда кошачья, и сын оставил мне фрукты, курочку мне там сваха, видимо, передала, в общем, спасибо большое и свахе, и сыну, и невестке, всем спасибо, что меня тоже угощают, ну, я тоже стараюсь им тоже приятное что-то сделать, что-то там из заказиков там подогнать им, вот, кстати говоря, у меня уже пришел заказ, вот надо посылку забрать, и скоро я сниму Василек, там тоже кое-что, я заказывала для ребят, для Виталика с Наташей, вот, так что мы как можем друг другу помогаем, никто, вы знаете, никто ни у кого ничего не просит, а просто вот если есть возможность помочь там, да, сыну, дочке, я помогу, если у них есть возможность мне помочь, они мне помогут, все, мы как бы так вот друг другу помогаем, но это не входит в какое-то обязательство, так что все у нас хорошо, все, мои дорогие, я собираюсь, и еду к дочке, как приятно смотреть, когда детки играют все себе тихо, мирно, не балуются, не шумят, да, да, не часы такие, не часы такие, у тебя часы такие крутые, да, ты прямо как взрослый с часами, девочки, я только что приехала домой, я сегодня на своей машине ездила к дочке, еще не отвыкла от руля, вот, ну, снимать, в общем-то, особо там было, не то, чтобы особо там было, нечего снимать, дочка собралась и ушла на реснички, там бровки, реснички делала, электрик работал, я присматривала за ребенком, за котенком, ну, и, в общем-то, сидела, свет то выключат, то включат свет, то он там настраивал, розеточки уже вот эти ставил, пакетник вот этот ставил, ну, в общем, короче говоря, вот, честно говоря, снимать было нечего, при том, что там такой бардак, я хоть и пытаюсь там как-то, где-то что-то, что-то, но, электрик уже, слава богу, закончил уже, сейчас вот я уходила, как раз он уже там, замазывал последнее, все уже, розеточки поставил, выключатели поставил, все попроверил, в общем, вроде все сделал, вот эти вот, позамазал, дочка уже с ним договорилась, чтобы он сам замазал, вот эти каналы, которые он проштробил, для этих, для провода, вот, конечно, потолок весь в этих проводах, там все это, но это все закроется, конечно, натяжным потолком, вот, ну, в принципе, все подробности, которые вот дочка там уже, она сама снимала, что там электрик делал, что не делала, она сама уже в своем видео, вам все расскажет, все покажет, поэтому я не стала уже дублировать, не стала вот это все снимать, так что вот так вот, съездить съездила, снять ничего не сняла, и я даже не знаю, я сейчас вот села и думаю, мне надо это видео сейчас уже закончить, для того, чтобы смонтировать, потому что завтра у меня уже будет, Василек я буду снимать, дочка забрала сегодня посылочку, я ее привезла домой, и завтра уже будет уже следующее видео, а как же мне назвать это видео, я не знаю, но я думаю, что пока буду монтировать, может быть, придумаю название, вот, ну, что, мои хорошие, хорошего всем настроения, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан, не забывайте, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok